Глава КНБ Казахстана посетил Таджикистан. Очередной российский солдат-преступник остался безнаказанным в Таджикистане. Рахмон потребовал от МИД Турции экстрадировать таджикских граждан. Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Карим Масимов посетил Душанбе с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом Рахмоном. Участники состоявшейся 24 октября встречи сконцентрировались на вопросах взаимодействия в совместной борьбе с исламскими движениями. Отдельно была подчеркнута необходимость расширения сотрудничества между спецслужбами Таджикистана и Казахстана. Следует добавить, что режим Назарбаева в Казахстане, как и режим Рахмона в Таджикистане, имеет достаточно долгий опыт борьбы с исламом. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день между спецслужбами стран СНГ уже налажены все необходимые контакты для совместной борьбы против любого проявления инакомысля или религиозности. Очередной российский солдат 201-й дивизии РВБ остался безнаказанным, совершив преступление в отношении жителя Таджикистана. Так, 21 августа 2015 года российский солдат напал на таксиста с целью завладения его имуществом и нанес ему около 30 ножевых ударов, в результате чего местный житель остался инвалидом. Как сообщила адвокат потерпевшего Саудат Амиршоева, в беседе с Радио Озади, она пять раз обращалась к руководству российской военной базы в Таджикистане с требованием компенсировать нанесенный ущерб потерпевшему, но все их обращения остались без ответа. Кроме того, как сообщила Радио Озади со ссылкой на собственный источник, преступник не будет доставлен из России в Таджикистан для судебного разбирательства, так как он якобы госпитализирован в психотерапевтическую клинику города Екатеринбург. Следует отметить, это далеко не первый случай, когда военнослужащими РВБ совершаются на территории Таджикистана тяжкие преступления. По соглашению от 2012 года военнослужащие РВБ получили полный юридический иммунитет, то есть таджикские правоохранительные органы не имеют права ни задерживать, ни привлекать к уголовной ответственности российских солдат и офицеров. Президент Рахмон в ходе встречи с главой МИД Турции 21 октября текущего года призвал турецкую сторону экстрадировать граждан Таджикистана, находящихся на территории Турции. Рахмон назвал этих людей экстремистами, после чего призвал власти Турции принять действенные и безотлагательные меры по задержанию и экстрадиции скрывающихся на территории Турции граждан Таджикистана, которые находятся в розыске за совершение так называемых экстремистских действий. Кроме того, Рахмон особо подчеркнул важность наращивания сотрудничества между правительствами двух стран в борьбе с так называемым терроризмом и экстремизмом. Как отмечают наблюдатели, в последние годы все больше выходцев из стран Центральной Азии и особенно из Таджикистана покидают свою родину, спасаясь от преследований по религиозным мотивам со стороны тиранических режимов. На самом деле многие из политэмигрантов нашли временный приют на территории Турции, а таджикские власти объявили этих людей в розыск, объявив их экстремистами и террористами. Диета террориста.